Всем привет! Ну вот, следующая серия начинается именно вот с этой дороги, суть такая, что просто вот, ну, ностальгия, понимаете, на меня нахлынула, просто ностальгия, дело в том, что именно по этой дороге, именно по этому участке дороги постоянно происходят все вот эти непонятные и неполучившиеся тест-драйвы тех автомобилей, которые, собственно говоря, ремонтируются в гараже, это сначала был Mercedes, вот эта дорога, теперь Infiniti, и, соответственно, суть такая, что именно этот участок, дороги, ну, не то чтобы даже самобезопасный, но, тем не менее, здесь нет просто-напросто гаишников, ну, иной раз приходилось выезжать без фар, без бамперов и так далее, поэтому вот такая дорожка, она находится около конечной остановки, собственно, я здесь каждый день езжу, и я каждый день, уже несколько недель, вот, просто обращаю внимание, важно, что она вот на ту машину, то есть это Audi Allroad, вот она стоит, она уже на ободах стоит, то есть уже бампера провисшие, там уже ржавчина пошла, вот она стоит, собственно говоря, как вы думаете, мне кажется, это как следующий проект какой-то, знаете, уже действительно, когда смотришь на такие машины, ты уже должен, как бы, ну, понимать, что рано или поздно кто-то все равно возьмется за голову, там, не знаю, насчет ее ремонтировать, восстанавливать и так далее, в данном случае пока далеко до нее еще, то есть Infiniti, но, как бы, прискорбно это не было, он, но он еще не едет, так, как хотелось бы, поэтому, собственно, едем в гараж, и будем опять заниматься, температура воздуха, 21 градус с половинкой, ну, далеко ходить не надо, он вот просто проехал мимо, смотрите, вот стоит еще машинка такая, откуда вы беретесь, скажите, пожалуйста, серьезно, даже интересно становится, ну, честно говоря, уже, наверное, даже не смешно, но, суть такая, смотрите, то есть, вот двигатель, да, то есть, автомобиль, в принципе, как бы, собран, мы, наконец-то, нашли, куда подсоединить все эти трубочки вакуумные, то есть, здесь, здесь, и помните, вот этот цоканье был, то есть, я думал, что это у нас идет детонация сильнейшая, то есть, такой металлический звук, как будто бы, это, пальцы стучат, то есть, ну, есть опыт просто с молодостью, так пальцы стучат на Юпитере пятом, то есть, у кореша так стучат, постоянно еще, здесь звук точно такой же был, но, оказывается, это были лепестки именно вот на впускном коллекторе, то есть, вот эта, что система, вот эта вот вакуумная, да, которая там работает, в которой все эти лепестки ходят, она почему-то дребезжала, сейчас я покажу, даже ее принесу, так, ну, вот эта система, то есть, вот это, это, получается, те же самые лепестки, но это симы, видите, они все в копоте, то есть, вот эта система, кого-то находит, да что такое-то, да что такое-то, вот где-то, он на нашем двигателе, именно на нельсандском EGR есть, ну, вот эти лепестки, вот, которые, кстати, как болезнь, откручиваются болтики, и эти болтики, они попадают в сам впуск, соответственно, происходит задир, то есть, детонация, получается, она может быть здесь есть, но не такая явная, чтобы стучали именно такие звуки металлические, то есть, это были заслонки, вот они, когда на случай, они вот так вот ходили внутри. Суть такая, что здесь два шланчика, мы непонятно, не знали, куда подсоединить. Прикол в том, что вот эта штученца, она не стояла раньше, то есть, это вот с Nissan Sim и мы подсоединили, то есть, они, по идее, как бы, эта штука стоит с той стороны, ну, и вот шланчик не подсоединили. Соответственно, сейчас, конечно же, уже лучше работают, то есть, двигатели, конечно же, хорошо заводятся, но все равно он именно троит то есть тягу мы не проверяли потому что машина без жидкости то есть охлаждайки течет немножко помпой соответственно как бы вы просто заводим и проверяем исчезло троение или нет соответственно единственная ошибка вообще одна единственная это по датчику коленвала то есть мы уже кинули отдельные провода то есть мы с мозгов кинули провод импульсный на датчик коленвала то есть он там идет посередине желтого цвета мы проверили там может где то подсос воздуха мы разбирались здесь мы разбирали заново дроссель там была прокладка перевернута мы нормально все поставили то есть подсоса воздуха какого как бы нету понимаете а почему проблема в том что идет троение такое ощущение что идет какая-то богатая смесь или что-то типа того мы отключили поочередно эту сторону допустим сняли здесь катушки мало ли там какое-то несовпадение идет По зажиганию Сняли отсюда все эти катушки Попадали завести Машина практически не заводится, дергается Сюда поставили, вытащили здесь катушки Ну просто шнекерации Начали обладать абсолютно такая ситуация То есть имеется в виду, что даже если мы собрали И нечаянно перекинули Не поставили неправильные метки То возможно мы поставили метки Неправильно, допустим, на одной половине Ну и ладно, отключаем катушки Все равно же, начинаем там крутить Все равно не получается Все пробовали, отдельно кинули Массу, вот она, пожалуйста, отдельно Кинули сюда уже ее Отдельно подключились к датчику коленвала А результата как такового нет То есть машина вообще просто-напросто с места не сдвинулась Имеется в виду, что вот в плане продвижения Как она чихала и все Единственное, да, вот этот ресивер подсоединили Перестали хлопать в заслонке А машина все равно троит Вы скажете, снимаем поддон Помните, да, с поддоном Там проходит вал на передний привод С переднего редуктора И соответственно, для того, чтобы снять поддон Нужно снять передний редуктор Нужно снять подрамник Все запчасти по подвеске Ну, легче реально двигатель вытащить Легче вытащить двигатель, чем снять поддон На этом автомобиле, представляете? То есть такая вот ситуация Да, тут имеются крышечки Но ты крышечки откроешь Ты увидишь только натяжители цепи Ты это не увидишь из-за метки И опять же, метки сбиваются То есть, когда круг прошла цепь Метки сбиваются То есть их не найдешь там Будешь моей стеной Ты мой путь с судьбой Будь со мной И будь собой Я твоя Равномерная Будешь моей мечтой Будь со мной Будь со мной Я твоя Современная Будешь моим героем А я твоей звездой Будь со мной Будь со мной Будь со мной И я твоя Божественная Все, что было до меня Обнуляй Жизнь в ноль Сейчас помеляй Только ты давай Не доверяй Все, что было до меня Обнуляй Жизнь в ноль Другой Восьмой Другой Представь Любить Масли звук Послушаем Снизу 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 Аккуратно, чтобы давал Неважало Снизу Снизу Это кондиционер Мне кажется Как будто Компросы Все, покажу И дух изменяется Нету Короче, что ясно Все обстоит то же самое Ванька приехал Ну И что, снимать его? Ну, он ругается Когда я его снимаю Я сразу Я понял Значит Как бы это Прискорбно не было Двигатель придется Снимать второй раз Честно Не хотел я этого Но По ходу дела Без этого Никак не обойтись Рассказываю Приходили специалисты Собственно говоря Сами Да, пока говорят С автомобилем Поняли, что Единственное От чего Нужно отталкиваться Вот именно Оттроение То есть Это все-таки Неправильная Установка Это меток ГРМ Потому что Больше других вариантов Никаких я не вижу То есть Парни писали Изначально Что другие поршня Что они не подведут Понятное дело Да Это как бы По факту Налицо Я сам это все вижу Но у людей Это реально работает Они ставят И у них все Все хорошо То есть Единственное С чем мы грешим Это именно метки ГРМ То есть Все-таки Устанавливали Мы сами То есть Ну грубо говоря Даже давайте так Я сам Да Вот с оператором Устанавливали Вот такие вот дела Честно говоря Парень из Омска Сдавая билеты Пока ехать сюда Еще рано Жать руку Машина Ехала Но Недолго На ней на сегодняшний день Передвигаться невозможно То есть Соответственно Нужно снимать двигатель И прикол в том Что Ну Товарищи японцы Сделали конструкцию Таким образом Что даже Просто-напросто На зубок Вот цепочечку Там не перескочить Никак Пока ты не снимешь Крышку переднюю Крышка передняя Снимают только по тому Как ты снимаешь поддон Соответственно Для того чтобы Снять поддон Нужно снять двигатель Понимаете Второй вариант Это двигатель снимать Через низ Ну у нас там подвал Видели подвал Яма вообще Просто когда там Двигатель мало лицово упадет То просто никогда В жизни не достанем Поэтому конечно Опять же Будем вытаскивать все наверх Так как уже гаечки Все вот эти открученные Да До этого были Соответственно Все как по маслу По идее должно идти Посмотрим Как это все дело Будет выглядеть Ну вы меня спросите Говорит Че вообще За маскарад Что это такое Вы столько раз Мне желали удачи Говорит Мишан В личку вконтакте В комментариях Топовые комментарии Понимаете Желаем тебе удачи Мы с тобой У тебя все получится Но что-то не получилось И поэтому Я вот решил Уже просто одеть Вот этот костюм Который я носил Который я одевал На выпускной На свой Просто выпускной Как бы у меня получилось У меня удалось Я думаю Что вот именно С этим костюмом У меня тоже все получится В этом гараже Третий раз Двигатели снимать Здесь ну точно Никто походу Дела не будет То есть те парни Которые приходили Серега Вот там оператор Валера Да Леха Витя То есть Денис Ну я перечитать могу Бесконечно Каждый свою долю В долю внес Да И третий раз А я сто пудово Больше уверен Я останусь здесь один Просто Ну никто уже Не будет не помогать Потому что действительно Это реально кропотливая работа И как вы сами понимаете На улице лето И как вы опять же Прекрасно понимаете Второе лето Мы сидим В гараже Вот такой вот Собственно говоря Модный галстучки Я одел Ну не знаю Насколько вот он поможет Но тем не менее Уже начинаю верить В чудеса Да Я читаю ваши комментарии Да Вы кричали Что ты делаешь Слишком все быстро Ты делаешь двигатель топором Ты строишь коробку Отверткой крестовой Это все комментарии были Да За все те времена Которые я снимал видео Но это по факту Это так и есть Не бывает так Что взял проект Какой-то сделал Все Он починил Такой ура Прям герой Понимаете Починил герой Починил герой А где вот эти моменты Где вот эта жизнь Ну как некоторые люди говорят Это жизнь То есть Вот так вот получается Что обычно Не так все сразу быстро Как хочется Все вот эти детали Восстанавливаются Собственно говоря Поэтому опять же У нас не так все это дело Плавно идет Потому что Это не автосервис Делается все здесь Собственно говоря Своими руками Вот такие дела Всем спасибо за просмотр Это была 12 серия Сколько их будет Я честно говоря не знаю На сегодняшний день Двигатель снимаем второй раз Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok